Это небезызвестная река Кепша. Пару месяцев назад расстояние от моста до поверхности воды составляло два метра. Сейчас же тут от силы сантиметров 50. И это несмотря на постоянную расчистку. Ежедневно работники добывают из русла порядка 500 кубометров щебня. Все эти горы грунта, а их в общей сложности 50 тысяч кубов, образовались с января месяца. Причина – постоянные оползни в горах. В весенний период ситуация усугубляется дождями и таянием снегов на вершинах. Так что угроза подтопления в поселке сохраняется. Об опасности при необходимости предупреждает датчик, установленный на мосту. «Здесь у нас работает техника, дежурит постоянно. И в случае ЧС мы всегда готовы и днем, и ночью приступить к работе и очистить реку. И мост, и реку все чистить». Полезное применение собранному материалу в городе нашли. Специалисты взяли пробы грунта и при согласовании к Кубанским бассейновым водным управлением и Минприроды было принято решение вывозить добытую гальку на городские пляжи, чтобы тем самым расширять береговую линию. Сейчас таким образом засыпаются пляжи приморские и солнечные. Туда завезут около 7 тысяч кубов галечника. «Та галька, которая была на этих пляжах, она достаточно крупной фракции, и они не очень удобны для того, чтобы спускаться в море. А эта галька, она как раз очень мелкая». Впервые кепшинскую гальку на пляжи курорта завезли весной прошлого года. И этот опыт оказался удачным. До этого более 10 лет отсыпка не производилась. Береговая линия формировалась естественным путем. По нормативам, установленным в Краснодарском крае, ширина пляжной полосы должна быть не менее 50 метров. В этом году администрация составила список пляжных территорий, которые в период зимних штормов были размыты. «Сейчас мы взяли под контроль эту ситуацию. И там, где критический уровень, мы видим, что существует проблема. Туда мы как раз направляем эти ресурсы в виде гальки из посёлка Кепшин». Сейчас на сочинских пляжах в полную силу работает тяжёлая техника. Куда-то завозят гальку, а где-то её выравнивают. За происходящим наблюдают туристы и местные жители, гуляющие по набережной. «Будет больше пляжная полоса. Всё будет замечательно. Будет больше народу». «Мы хотели бы, чтобы было всё натуральное, замечательное. Хорошая, пошире. Всё-таки». В этом году по распоряжению главы города приводить в порядок будут берега не только в центре, но и в Хостинском и Адлерском районах. Около 90 тысяч кубов галечника будет направлено на пляжи Меретинской низменности. Работы по завозу материала планируется завершить к середине мая, чтобы шторма успели отмыть камни до начала курортного сезона. И к 1 июня пляжные полосы, широкие и ровные, будут готовы принять миллионы отдыхающих.